господи благослови мы отправляемся в рулетку так не пойдет одинокий человек он все посмотрит мы православные христиане ищем своих соратников рассказать о боге о вечности как душу спасать не надо написано от моря до моря будут ходить искать пророка мозг говорит 5 глава 11 стих наверно каждый сам по-своему приходит к богу круто через библию кто-то через дела герман гесса простите читали нарциссы гальдемонт что повторите это у него плохо плохо спрашиваю читали ли вы гесса 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 читали вы нет какой горького нет гесса гесса герман гесса герман гесса нет я этого не знаю как вариант я предлагаю вам прочесть его книгу называется нарцисс и гольдмуд как раз таки о боге очень интересно но о боге самое правильное в евангелии написано то это все книги не пересчитать если он неверующий человек совсем у нас патрология 300 томов святые отцы что сказали иван златоуст василий великий григорий богослов так что тебе уже другим то не будешь заниматься это просто человек может быть умный педелиться опытом а так хемингуэй считал драйзера считал да разве все пересчитаешь здесь ну давайте тогда в двух словах чтобы понимание было каждый по-своему приходит к богу да вот и через книги кто-то через познание кто-то через труд если вы правы если читать все книги то наверное в итоге не факт что ты придешь богу встанешь умным ты знаешь станешь начитан но придешь ли ты к богу вот это вопрос но без голгофы путь закончится ничем на голгофе умер христос за нас он умер грехи наши искупил в этом все неверующий сына божий не увидит жизни 336 евангелия тяна но гнев божий пребывает на нем одеяние 412 нет другого имени под небом которым надлежало бы спастись кроме имени иисуса христа нету это догмата понимаете пока сам вот здесь к этому не придешь смысл вот смысл читать все это пока не придешь сам к этому правильно правил я отца три года пришел сознательно искал веровал после армии и попала в руки евангелия в первый же день покаялся а вот я читал но в итоге ушел в другую сторону я считаю что не то ну когда чего всего доброго когда человек умрет господь всем предстанет на суд божий не выдержал вау здравствуйте здравствуйте добрый вечер о чем разговариваете что вам интересно о боге о боге мы православные христиане рассказать как христос умер за нас понял вас душу спасти я понимаю нет успехов вам я к сожалению не из ваших доброго а когда умрем то там просится но хоть не заругался это хорошо с богом мы верующие христиане православные о дядя сам молеку добрый вечер как она во славу божию да не делать так дядя а это знамение на сатану чтобы он боялся за нас еще снимаешь меня за нас христос умер ты чё снимаешь меня так их немного все повторка повторно идет ланка глаза воняется заиграли хорошая девушка добрый вечер добрый вечер мы верующие ищем своих соратников христиане я знаю мусульмане мне кажется так не надо говорить как просто предлагать поговорить о боге все а то вы говорите а сорат значит православных они не не православные сразу уходят от общения ну и все а поломалеку слава иисусу христу лицо покажите свое добрый вечер вы пожелаете желаете поговорить как спасти душу о боге о вечности мы христиане я тоже христиане какие то вопросы может быть у вас будут у нас большие ресурсы вы можете прийти на наш видеоканал запишите его название зачем вы здесь занимаетесь здесь да но первый день я хочу узнать чем занимаются так-то я не бывал здесь но то нас брат занимался этим моего сегодня хоронят он парализованный был я проверить может быть я то что он делал тоже буду делать встречаюсь с людьми рассказать о боге плохие люди здесь плохие люди ну и не все одинаково это вот я уже сегодня уже увидел разное некоторые желают услышать о боге поговорили кто-то евангелие считает не читал и библию читал ну другого пути нету христос гортия есть им путь истины и жизнь мы верующие в бога с богом хорошо жить а где христос там смерти нет там только переход вы можете зарядить открытым оком во свете библии на наш видеоканал зайти там 13700 роликов наших очень богатые ресурсы сайт есть под этим названием открытым оком во свете библии да посмотрите а потом еще путного не дождется здесь одинаково дядя добрый день у тебя очень хороший борода вот так господь сделал так бог сделал чтобы мужчина имел бороду нетронутую не подбревал там усы и чего хорошо обратно да да это за год что ты не подкаблучник будешь у тебя жена будет подчинение когда борода твоя но все равно вот бороду то не трогайте усы не трогайте вы будете нормальный образ иметь так ходил христос всегда были так апостолы пророки таджик таджик ну что ж таджики есть христиане во всех народах есть у ученики христова верить что христос умер за наши грехи по писанию я не слышно сейчас чтобы быть таджики христиан у везде есть и арабы и еминцы и где только нету везде из православной церкви честно я сейчас не просто вы не знаете не знаете вот ездили по всему миру и мы миссионеры у меня 38 книг вышли из печати я во все библиотеки дарил и мы встречали и мусульмане и везде есть и христиане везде есть тогда удачи всего хорошего спаси христос все свою свою бороду сбрил а не брейся и будет нормальная борода нормально да мы верующие христиане поэтому какие вопросы есть людям ответить может некоторые нуждаются в этом как душу спасти но интересно повторить еще раз что интересно интересно а как душу спасти как правильно прожить эту жизнь чтобы после смерти быть со христом в раю а не в аду гореть с грешниками человек смертен она господь христос умер за нас искупил кровью своею он взял грехи людей зная 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 вот так человеком должны остаться человеком должны остаться ну правильно человек означает село лоб это село на правильная вещь человек он должен думать о вечности село в это лоб село век да я в грузии в грузии жил в грузии у меня в тбилиси крестик мой есть верующий священник в тбилиси вы можете там прийти в православную церковь и найти его называется на ум отец на ум он и он построил новый храм большой там я сейчас не знаю как назвать его храм как как-то называется ну можно спросить какой недавно храм построены в этом году в прошлом году отец на ум борщуков фамилия это мой мой крестик крестик мой так грузия это получила веру от нины просветительности грузии нина да да вот так а у русских то князя владимира спустя 500 лет только мы позже пришли ко христу грузины впереди нас оказались мы эту страну всегда называем благословенный так принято и да да мы когда ездили миссионерской поездки к вам заезжали туда каждый раз на в тур но ладно до свидания всего хорошего богу нашему слова во веки веков аминь просим приходите подписывайтесь будете регулярно получать с нашего канала если вам понравилось наше видео одобряйте ставьте лайк а также поделитесь с друзьями о просмотренном в соц сетях контакте фейсбуке твиттере одноклассниках добавляйте в плейлист подписывайтесь на наш канал нажимайте на колокольчик это даст вам возможность узнавать о новых видео которые обязательно будут выходить на нашем канале а также смотрите другие наши видеоролики в нашем богатом видео архиве помоги вам христос с богом